здравствуйте друзья мы со светланой отправляемся на съемку у нас сегодня съемочный день и мы не поехали к океану потому что выходные как раз все open house и а у нас такой специальный день для вас мы едем в городок местный называется он из палаута не вообще палаута который такой жирный университетский город там стэнфорд и так далее а из палаута это просто с другой стороны хайвея фактически я в принципе снимал уже вам про из палаута несколько лет назад но я думаю с тех пор у нас аудитория сильно увеличилась это кстати свет первая запись которую мы с тобой делаем уже имея 100000 подписчиков сегодня утром значит мы проснулись кнопку на кнопку медалит надо олимпиаду ехать так так вот там мы снимали уже немножко из палалта потому что мне надо говорили покажите гетто покажите гетто мы показали гетто так вот когда мы сюда приехали 25 лет назад 26 почти нам говорили это такое место из палалта туда нельзя заезжать то есть если нужно заправиться то там должны на там не заправляйтесь если что-то случилось ты ехал через город и что-то случилось из машины не выходить сиди закрытыми окнами жди пока полиция приедет ну вот такого плана это было такое место которое называли столицей убийств в соединенных штатах столица убийств это значит что на тысячу жителей города там убивали больше чем любых чем других городах значит где вообще бывает что и убивают вот такое было интересное место в основном там убивали не просто так граждане друг друга а драг дилеры какие-то банды и эти банды там за территории за что они за рынки сбыта за что они там воевали я не знаю но всяком случае вот они там что сейчас там происходит потихоньку надо что сразу то значит ну и такое бандитское место и соответственно кремниевая долина росла развивалась дорожала строили дома то есть у них то есть и родовой ты расскажи дело что мы разговаривали с местными жителями насчет безопасности там или тут и мы спрашиваем насколько безопасно у вас тут жить они говорят ой у нас тут совсем безопасно нашей улице тут у нас тут безопасно абсолютно ну вечером ты слышишь что там так пах пах где-то если например вы возьмете карту а есть такие значит сервисы где показывают это паблик рекорд показывают всех этих сексуальных там абьюзеров его смотришь на карту я не там прямо так покажу где живут эти люди они должны регистрироваться и тогда там их таки есть они есть давно в садимале плотность другая вот значит как если вы посмотрите на карту так сказать этническую что там за народ живет в этом из палалта там очень много островитян с островов тихого океана я я должна сказать что конечно этнический состав за 25 лет поменялся очень очень сильно если 25 лет назад ты приезжаешь из палалты там ходили черные люди зубами через один такие страшные вообще вот как и сказки про карабаса барабаса там или кого-то то сейчас там очень много мексиканцев очень много и черных процентов 15 до очень то есть постепенно произошло вытеснение черных людей вот этих страшных цены растут у нас здесь каким-то образом поскольку это остается самым дешевым местом в кремниевой долине вот то там соответственно тоже какие-то свои процессы происходят и черных оттуда давно вытеснили мексиканцы и там довольно много островитян вот как я уже сказал вот поэтому место она как бы далеко не самое благополучное конечно до сих пор но во всяком случае это уже не тот кремль криминальный кошмар который когда-то раньше был там и и так далее когда я пару лет назад ездил туда показать что там происходит то мне все хотелось значит найти такие места где решетки на окна есть таких мест парочку есть но было время когда там все было пришло понимаете а сейчас уже как-то кое-где еще есть на забор и там есть и заборы стоят у них как-то так принято чтобы может быть ощущение что участок огорожен это может быть те кто не совсем наши пацаны чтобы не лазили ну как-то так то стоит у каждого такой металлический забор но мы сейчас покажем либо сеткой либо мы сейчас покажем и забор давайте мы как бы периодически оказываемся под огнем критики как люди показывающие недвижимость да и нам говорят повернул камеру чтоб солнышко не светилось значит и нам говорят о чем показываете какие-то дорогие это бессмысленно дорогие дома вот мы в прошлый раз тобой в санта-крузе пусть там где подгнили доски снимали за 645 тысяч там на буквально пятисотках помнишь санта-крузе все говорят что же это такое это за что 45000 там и земли то 645 вот давай окошко на протру и какой диапазон цены сейчас в исполняться уже дешевле и 750 тысяч ничего нет практически нет когда мы ездили тогда два года назад было за 450 тысяч полно самая плотника было 450 сейчас 650 с плюсом ну фактически 700 уже все где-то это к 700 больше за два года с 450 ушло до 700 что еще там происходит света может быть подробнее скажет там строят то есть город преображается вы имеете ввиду еще вот что что там практически домой то есть он может быть технически не боист по валта адрес но фейсбук это просто это просто фейсбук стоит на границе города с одной стороны с другой стороны у нас там google и лентин там недалеко то есть это на самом деле с точки зрения расположения какой-то совершенно фантастическое место поэтому иметь такой бесценный участок земли с такими низкими ценами конечно уже не такие доски 600 вверх можно относительно соседям я помню можно идти старые видео когда мы ценивали показывали за 600 тысяч дома и уже прошло это было да да мы показывали мы с тобой сами ездили смотрят 560 600 тысяч сейчас меньше миллионов не осталось меньше миллиона ничего нет да это все довольно быстро произошло за пару лет последним значит так вот нас критикуют что мы показываем какие-то развалюхи там за миллионы там и так далее иногда мы показываем дорогие дома там за два-три даже 5 миллионов мы показывали ну там хотя бы никто не говорит что я за такое там больше 50 тысяч не дал там поэтому мы как бы пытаемся диапазон такой охватить широкий диверсифицировать диверсифицировать так вот значит мы сегодня показываю вам место дешевле которого нет кремниевой долине которая стремительно стремительно дорожает южнее саназа это не будет кремниевой долины вот стремительно стремительно дорожает и не скажу потому что сейчас был сильно дешевым но конечно это заметно дешевле чем где-то еще а там тоже подросло в общем вы посмотрите как там все это выглядит может быть даже какие-то люди нам в кадр попадут светочка по поводу строительства исполня ты можешь что-то сказать понятно что за пределами города там и фейсбук и google а вот в самом городе там тоже стройка идет дело в том что да я читала планы государственное развитие этого города и их вот сити канцел считает что этот город должен оставаться в принципе местом жилья для подешевле людей это с небольшим доходом а сегодня надо сказать что это вообще-то место очень интересное там это практически весь город residential дома либо это апартменты либо это гондо либо это таунхаусы либо отдельного только маленький кусочек возле хайвея там находится несколько монстров в виде холм дипа монстром река айки а дальше весь город с удивлением обнаружили что там например не буду на ланч сходить просто там нету даже вот таких вот характерных забегалов которые есть всюду на силу во всем городе не буду пойти а вот там же вот люди которые видимо не ходят или или не ходят там в своем городе куда-нибудь отъезжают городок небольшой ребят так вот значит планами города предусмотрено огромное строительство и создание серьезного даунтауна с кафешками забегала очками с замечательными местами и это все проект намечается закончить тридцать пятому году но не важно это закончить он уже идет почти 20 лет он уже идет этот проект уже там начинается строительство но когда его закончат то конечно это будет очень красивое место широкими улицами пешеходные зоны с новыми домами вот как мы снимали там сантанороу надо сказать что люди которые там приобретают недвижимость это не люди которые там например с детьми и там и детям надо в школу ходить хорошую и так далее хороший школ там нет там школы вот двоечка 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 не помню двоечка вот оттуда еще автобусами детей развозят там по каким-то другим более благополучным может быть районам есть такое тоже в общем люди которые там что-то покупают либо это инвесторы которые берут и сдают но кто там селится кто кто будет у них снимать молодняк из того же фейсбука или там гугла там на велосипеде там несколько минут там 15 до гугла там до фейсбука все рядом все рукой подать вот поэтому для молодняка нормально когда ты уже ну как бы в семейном таком кругу да то есть у тебя дети ты уже думаешь о том чтобы где-то и в школе учиться когда ты думаешь о том что это же пойти куда-то вечером правда это не такое это не такое место но со временем будет сейчас этого нет вот так вот я я уже думаю можно напугали всех торчат вот вы в принципе можете сделать поиск на канале на из палалта и увидеть то что мы снимали пару лет назад вот прям и сарам хотели из-за них на самом деле за последние два года очень сильные изменился внешний вид потому что появился много строительства строят много и старые дома тоже их реконструировали сделали помещение проезжаешь по улицам да где мы ездили раньше видишь эти улицы ну безусловно те дома которые там вот мы говорим что меньше 700 уже почти нет практически нет безусловно это дома хорошо отремонтированы там уже и пол и кухонька новая там и все это ну как-то приведено в такое состояние чтобы соответствовать может быть стандарту повыше не такому как она соответствовала раньше вы можете там например прийти будет какой-нибудь дом и там будут жить не только там в доме еще в гараже кто-нибудь будет жить и такой настоящий как сказать глуполника мы видели жуткий дом который находится сейчас в этом состоянии что город там находится под контролем то нельзя обселиться пока не разломаются те пристройки которые были сделаны нелегально так специально пошли посмотреть такое там стоял там довольно большой участок 10 соток и на нем оригинально стоял дом 3 спальни и два туалета но они к этому дом это надо вообще-то видеть они пристроили как улья наверно да такие вот маленькие такие клоповнички со всех сторон он теперь стал такой очень неправильной формы причем все то что они достроили там туалетах не было такие стенные шкафчики но снаружи нет они покрупнее чем стены шкафчики места без кухни без воды без туалета просто чтобы спать и там значит на полу лежит ковровое покрытие и очевидно люди туда приходят после ряда для кого это да просто заваливаются на пол и спят там и вот сити обнаружила что к этому дому было пристроено штуки 4 наверно таких вот домика маленьких и вот они значит теперь заставляете это разобрать и ну в общем там серьезное ограничение именно на покупку этого дома тоже вообще от нас говорят что они чески там все сносить надо сказать что люди которые приезжают из азии вот из китая там вьетнама у них есть такая тенденция застроить все до такого последнего сантиметра разрешенного иногда может быть не вполне разрешенного а потом когда уже все комиссия примет там разделить все это еще пополам каждую комнатку и поселить там еще вдвое больше народу то есть они так как-то вот экономики экономически можно сказать зарабатывать на этом больше чем допустим скажем местному белому человеку пришло бы в голову что можно столько народу поселить я не понимаю но как доме например там где один туалет и 4 спальни может жить там 10 человек это это уму непостижимо и кстати из-за этого я теперь поняла почему дело в том что там живет в доме гораздо больше людей чем предназначено да весь город уставлен машинами то есть там нету тачка свободного чтобы запарковаться даже в будний день когда все на работе потому что живут пожалуйста это новая строительство да друзья мы уже мы уже в из палалта мы свернули с хайбы вот это то чего начинается это новая строительство тут справа чуть устрою но это коммерческая вот если мы направо сейчас повернули бы то там вот некоторое время назад построенная плаза там аикея и там еще несколько магазин там очень благоустроена и ты никогда не подумаешь что ты вы спалал то и там за ними еще то он хаузы стоят красивые кстати считает что именно это именно этот район за хом дипа самый криминогенный что ты что а вот в эту сторону считается меньше я читал репорты почему не знаю почему может быть ближе к дороге мне это легче смыться потом оказалось наоборот что там где благоустроена то все-таки должно быть ну вот то есть мы друзья в и спалал то своим вроде начали то задолго а значит доехали я думаю мы так минутку поговорим а мы минуску не можем да мы знаем наши способности надо сказать что конечно вот когда когда ты немножко так на местности начинаешь ориентироваться и когда ты понимаешь посреди чего вот это место стоит то и кажется уму непостижимым как это вообще могло случиться такое вот слева ну если видно будет не видно я щас так камеру возьму вот там слева красивые дома вы видите мой сезон самый дорогой отель который на америке ну там не только он там еще кое-что есть я к чему говорю что там тоже из полал то и я помню время когда этого ничего там не а там было страшно и какие-то магазинчики ты поделиваешь магазинов нет вот там были какие-то деле там были пивные и когда skyway съезжали мы то мы там разворачивались и это было чудовищное место чудовищно вот а теперь она застроена очень красиво и дорогой очень и это тоже из полал то у них адрес по из пола школу там такие же плохие как и здесь да хотел показать там может везет тележку с мороженым тут у них есть такие мексиканские такие ну как сказать мороз предприниматели такие да вот они везут тележку у них тележка колокольчик со специфической музыкой суши и вот они вот мы едем по улице university через полал то уже в ту сторону ноги через полал то есть благоустроенное место без куски земли тут очевидно нужно расширяться но справа тут уже прилично получается что они в этой вы здесь вот тоже слева да да тут есть тут есть масса приличного да мы видим то есть это уже элементы будущей застройки хорошо то есть уже видны какие убиты что деньги тратятся на благоустройство такое ощущение вот я смотрю на карту который у меня на машине что то место куда мы едем она практически на вот этой university и стоит только въезд с параллельной улице давай может быть мы расскажем что что там за перекресток это тот где будет эпицентр вот этого строительства и да он больше то справа пустырь громада мы тут уже тут видимо застроился ли это будет сноситься и знаете ли тут церковь но вот этот пятачок вот это интерсекшен это как раз вот то место где построиться все очень красиво и более большая большой центр